Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Прошло чуть больше недели с момента полного релиза нового дополнения. Многие люди уже прокачались, прокачали мейна, прокачали флинков, позанимались какими-то самыми обычными делами. И возникли у людей вопросы, о чем вообще можно заняться вплоть до открытия мифик нулей, нормал героя крейда, чем можно заняться вплоть до открытия мифик плюсов, мифик рейда. На все вопросы постараюсь ответить и по пункту абсолютно всё разложу, чем реально можно заняться и что это вам принесёт. Первое, о чём хочется поговорить, это репутации. Их фарм на текущий момент довольно-таки прост. Мы можем делать квесты различные, мы можем делать локалки различные, просто-напросто на любом персонаже. Таким образом, вся эта репутация будет суммироваться и она будет защитна абсолютно для всех персонажей. К примеру, мой мейн, ДК, я прошёл в нём всю основную цепочку, потом я забурился на второго персонажа, начал делать в нём побочные квесты. И вся эта репутация суммируется. Это просто замечательно, это чудесно. И в тот момент, когда мы открываем репутацию, мы видим то, что имеются у нас различные ренованы, различные уровни известности. В тот момент, когда мы получаем определённый уровень известности, мы получаем определённые награды. К примеру, в тот момент, когда у нас имеется седьмой левел с советом Дарнагала, мы получаем плечи 584 в этом левеле. В тот момент, когда мы аппем 12, мы получаем знания для профессий. Если мы занимаемся профессиями, это довольно-таки выгодно и полезно. В тот момент, когда мы аппем побольше, 16, мы покупаем ступни 597. Но можно ли получить такой ренон до старта сезона? Я думаю, вполне. У различных фракций различные награды. Можно полистать, можно посмотреть, что мы вылутываем и на ком реноне. Каждая фракция дает какую-либо вещицу. И в целом, это полезно. Рассуждая про репутацию, немного затронул тему профессии. Профессии — немаловажный аспект, который преследует нас с момента старта дополнения Dragonflight. Система специализации, система заказов — она также имеется и в новом дополнении. В тот момент, когда вы развиваете профессию, вы получаете какие-либо навыки, какие-либо новые крафты открываете, получаете чертежи, получаете знания для профессии, постепенно выкачиваете нужную себе специализацию с целью того, чтобы самому себе крафт какую-либо вещицу. И таким образом, вы мало того, что экономите на этом крафте, вы не ищете крафтера себя какого-либо, вы сами себя крафтите, так еще и можно кому-то предоставить свои услуги, тем самым заработав. А также высокий процент находчивости даст возврат реагентов, некий кэшбэк в мире Варкрафта. То есть, если мы, к примеру, откроем какой-нибудь крафт, накликаем, допустим, 636-го итем-левела клинок, для этого я зайду на другого персонажа, потому что ДК у меня бронник, а вот на воине как раз-таки прокачано оружие. И все продемонстрирую. Кинжал 636-го итем-левела. Нереально мощный. С украшением. Максимальный итем-левел. Да, требуется тир-3 реги, но при этом я трачу целых 0 концентрации. Это гарант крафт. Просто-напросто по той причине, что полностью выкачана ветка кинжалов. А если вы обратитесь к какому-то другому кузнецу, то с вас потребует хорошее количество голды. Цена крафта, судя по реагентам, судя по последнему скану Аука, 84 тысячи золота. К этому мы прибавим еще десятку-пятнашку за работу. Как-то хочется и подэкономить. Не правда ли? Немного продолжу тему кинжала. Довольно-таки забавно видеть заказы такого формата. Суть в том, что рецепт этот еще недоступен. Он падает из рейда. Рейд откроется в нормале, в геройке, 11-го числа. Люди в публичные заказы в чатике спамят о том, что им нужен этот крафт. Окей, удачных поисков. Что я могу еще сказать? Создание грибней при высоком проценте находчивости. Это золотая жила. 25%. Нереальная экономия ресурсов. Мы получаем голдишку за заказ, даже хотя бы одну серебряную. Но при этом еще и получаем реагенты. За этот заказ я получил 11 пыли и 1 осколок. Суммарная цена на Ауке. Косарик. Можно сказать, чьи вы ее. Это круто. Одевание одного или нескольких персонажей немаловажный процесс в Вою. Я с тем полностью согласен. Но торопиться абсолютно ни к чему. Искру знамения тратить на текущий момент очень рано. Сезон еще и начался. И какое-либо украшение могут просто-напросто занерфить. А другое кое-нибудь апнуть. К примеру, тот крафт, который падает из рейда, быть может он станет лучше. Но он на текущий момент недоступен. Поэтому искру лучше захолдить. Подержать ее в сумке. Она не особо тяжелая. Всего лишь одно место занимает. Также немаловажно сохранить отреставрированные ключи от сундука. С помощью этих ключей можно открыть многообещающую вылазку. Многообещающие вылазки помечены особым значком. Вот таким вот. Светящиеся ворота. И пройдя полностью эту вылазку, в конце, помимо двух сундучков по бокам, нас будет ждать центральный. В нем будет лут. И начиная с 11 сентября, появится восьмая сложность вылазок. И именно с этих сундуков, которые находятся в восьмых вылазках, будет падать 603 шмот. Вот. Просто превосходно. Также можно заняться выполнением достижений. Полезных, бесполезных. Но, если говорить о полезных достижениях, то, наверное, самое лучшее, которое было введено, это то, которое ускоряет прокачку. В тот момент, когда мы прокачиваем пятерых персонажей, мы получаем нереальный баф. Абсолютно на весь аккаунт. Плюс 25% к опыту до 80 уровня. Мы заходим на любого персонажа. Первый уровень, десятый, семьдесят девятый. И вылутываем на 25% больше опыта. Это сказка. Маунты. Я знаю, вы их очень сильно любите. На текущий момент можно получить различные рекалоры. К примеру, рекалор жука, который будет павить в рейде. В мифике или вообще рандомно с любых сложностей. Фармим кровь, фармим хитин, вылутываем его. Вон он в правом верхнем углу. Можно птицу красивую выформить. Фармим осколки вместе с этим хитином. И потом сбиваем с нее защиту. Получаем эту птицу в виде маунта. Можно пчелку формануть. Тоже, да, будет в правом верхнем углу. Можно на рарник отеневого влетать каждые 3 часа. К вариант. Когда там дневное, можно попытать свою удачу. Другие там различные рарники есть. Куча кайфовых маунтов. На сайте Simple Armory можно абсолютно все глянуть. Также, если вы используете модификацию, как и я, Mount Journal Enhanced, можно включить фильтр по дополнению The War Within и все абсолютно глянуть. Какие маунты имеются и как лутаются. Кие-то за Renown, кие-то с Данжейбут, там например в Мифик нулях. Куча, куча различных маунтов. На этом получается все. Подведем краткие итоги, чем мы можем заняться до старта сезона. Пылесосим абсолютно всю карту. Получаем нереальное количество репутации и других интересных полезных вещиц. Занимаемся профессиями с целью того, чтобы сэкономить, а также с целью того, чтобы заработать. Одеваемся, экономим искорку. Не вливаем ее пока что в кое-либо крафт. Делаем мачивы, если вам это интересно, если вам это хочется. Качаем твинков. Почему бы и не от рано или поздно они пригодятся. Также можно пофармить маунтов. Красивых и не очень для количества. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.